В помощи разбирались с инцидентами команды сервисного центра «Х» третье место у команды НГЗ «Высшая проба». Перед импровизированной смертью вам позволят не только надышаться, но и обеспечат кислородом под землей. Через противогаз можно даже разговаривать. Тут понимаешь, что пошевелиться ты не можешь и полностью доверяешься окружающим, что они тебя в нужный момент отсюда вытащат. Потому что руки поднять или пошевелить ногами я, пожалуй, не могу. Глубина могилы небольшая, около метра, чтобы человека можно было быстро освободить по первому требованию. Время под землей тоже лимитированное, не больше часа. Я выдержала всего пять минут. На самом деле очень приятно видеть свет, видеть небо. В Хакасии, как и по всей стране, сегодня прошла тренировка. Пограда организовала эвакуацию жителей. Кратчайшие сроки специалисты... ...и Петуховского района выехали на месцированно. Распространение инфекции удалось остановить. Зауральские ветеринарные специалисты надеются, что подобные учения помогут эффективно работать в случае возникновения... ...члены нештатного аварийно-спасательного формирования Ешкаролинской ТЭЦ-2, поста радиационно-химического наблюдения... ...в специальных защитных костюмах Л-1 сначала замеряют. Наконец, последнее вводное, поступившее по ходу учений, связано со спасением пострадавшего при ликвидации пожара. Его вынесли из очага заражения и оказали медицинскую помощь. Кстати, нужно отметить, что санитарный пост Ешкаролинской ТЭЦ-2 на сегодняшний день является лучшим в столице республики среди подобных бригад на крупных предприятиях. В четверг, 13 сентября, в Рязанской области прошли учебно-тактические химиков из числа команды гражданской обороны предприятия. Они демонстрируют владение средствами индивидуальной защиты. Я провожу замеры радиации в радиационной зоне, являюсь химиком-разведчиком для определения нормы дозы, чтобы не было превышения. Немометр для определения скорости ветра, секундотаймер для определения времени и, самое главное, прибор для определения радиатора. Продолжение следует... Смотрите, у каждого безвеста есть разные... Есть разные... Есть... Например, если вы берете... Если вы берете... ...вечер... Так, если вечер... ...нам надо снять одежду... ...принимаем на то, снимаем одежду... ...разворачиваемся... ...встряхиваем, чтобы в радиусе никого не было... ...встряхиваем одежду... ...пойдя засquarку... ...то есть к вам порты... ...пойдите, что так думает... ...сосмыслов Это... ...there всего техoras. Если бvivер на патрон rabos comarlo, поставите свои смоски. ...встряхиваем в две тонкие зале... ...встряхиваем одrelaxctive к obrazsoz. Газы 8 секунд На помощь участникам удалось уложиться. Подвел противогаз. Надеть его за 10 секунд у многих не получилось. Больше всего досталось представительницам прекрасной половины. Наталья Ткаченко, Евгений Валитов, Александра Пономарева, телекомпания «Краснодар». Сандружинницы должны показать свое умение действовать во всех очагах поражения. Монитарных дружин уделяется должное внимание. Сандружинницы в социальных соревнованиях. Организаторами уже пятый год выступают 1-4 санпоста и 3 сандружины. Испытания имитируют чрезвычайные ситуации, на случай которых функционируют санпостческих знаний. Работа в очагах инфекционного заболевания, ядерного и химического поражения. Работа в госпитальном отделении и творческого года не чувствовалась. За год команды практически выровняли свои шансы, заметно повысив уровень подготовки. Кто бы мог подумать, но в обучении танкистов очень много подводных камней. Вот, например, один из них легко водолазная подготовка. Сейчас ею и займемся. Для этого надеваем изолирующий противогаз, который есть в комплекте у каждого танкиста. Ох, нелегкая эта работа. Изолирующий танк. Мы только что все сделали для эвакуации подтопленной машины. Протянули по дну рва буксировочный трос и зацепили его. Ребятам дают это гораздо легче. Они могут тащить его одной рукой. Мне приходилось это делать двумя руками. Я все ломоталась. Все. Все опытные специалисты МЧС и медработники. Они выставляли оценки за... Помимо специальных конкурсов радистов, участники сдают и общевоисковые нормативы. Надо на время пробежать в костюме химзащиты сквозь условно зараженную местность... ...объектов города, а также 9 сирен... Решат Нагимов сегодня играет роль пострадавшего. В соревнованиях такого масштаба принимает участие впервые. В будущем планирует сам спасать людей. Он рассказал... На данном этапе соревнований дружина в костюмах химзащиты должна найти в зоне поражения пострадавшего, уложить его на носилки, после чего доставить его на специальную площадку. Вход в зону без средств индивидуальной защиты или неправильно санитарная обработка карались штрафными баллами. Руководство города также наблюдало за процессом соревнований.